Всем привет! Меня зовут Андрей, это канал Мигрант Медиа. Хочу сказать пару слов про оформление работы в такси в Майами компании Lyft, в которой я сейчас в данный момент работаю. Такой момент оформиться туда возможно, но, к сожалению, самому не удастся в статусе туриста. То есть нужно будет прибегать к помощи посторонних лиц, которые смогут вам помочь оказать данную услугу. Чтобы грамотно и правильно оформиться, они оформляют на вас аккаунт личный, на вас будет, то есть фамилия, имя, фотография ваша. И, соответственно, потом вы привязываете туда свою карту, на которую лично на вашу карту будут переводиться, вы сами будете переводить денежные средства, заработанные в компании Lyft. Такой момент, значит, во-первых, можно брать машину в аренду, но желательно не старше 10 лет, либо купить самому, то есть, опять же, до 10 лет старости, и использовать ее в данном виде деятельности. В такой момент нужно учесть, что пробеги будут большие, не меньше 200-250 миль, расход топлива, соответственно, тоже. То есть учитывайте пробег, учитывайте расход топлива. Я сменил три машины, остановился на Toyota Prius, потому что, по моим подсчетам, она ест буквально 5-6 долларов за 100 миль. Это очень хорошо для моих пробегов больших, поэтому рекомендую, вы там уже смотрите сами по деньгам. Hyundai Sonata 2014 года, как я говорил ранее, 10 долларов 100 миль. Honda Odyssey 2010 года, либо на 2015, там все равно она будет есть в районе 20-ки, он дает 20 долларов за 130-140 миль. Вот такие расходы. Ну и плюс, соответственно, что-то перекусить там надо, туда-сюда, сами прикидывайте. В день можно заработать, ну как в день, в день можно брать 16-17 часов, да, можно реально поднять 180-200 долларов, но это огромный большой рабочий день будет. При этом это будет ваш чистый заработок, не учитывая топлива, это минус 25%, который берет лифт. В Uber та же самая процентная ставка.